Все, говорят, меня слышно. Значит, теперь я могу представиться. Меня зовут Михаил, я сотрудник университета Иннополис и занимаюсь я VR-технологиями, технологиями дополненной и виртуальной реальности. И сегодня я планирую рассказать вам о масштабах этих технологий, о том, какая у них правильная терминология, какие устройства существуют для погружения в мир дополненной виртуальной реальности. Также о таком новом направлении, как смешанная реальность. И в конце затронем ту тематику, которой я конкретно занимаюсь. Это взаимодействие человек-робот при помощи технологий дополненной виртуальной реальности. Ну и главное, что мы все-таки разберем терминологию и разберемся, почему мы написали XR по названию нашей презентации и лекции. Можно начинать? Хорошо. Ну что ж, приступим к нашим лекциям. В ходе лекции обязательно пишите вопросы, если что-то непонятно. Я все вижу в чате и могу отвечать вам на ваши комментарии, на ваши вопросы. Все-таки прошу хоть кого-нибудь написать тестовые сообщения в чат, чтобы я был абсолютно уверен, что я увижу ваш вопрос. Анна, вы можете написать? Можете написать сообщение для проверки чата? Рядом со мной мой ассистент по трансляции Анна, которая смотрит за тем, чтобы все было хорошо. А я все-таки не вижу, кстати. Как настроение? Тестовые сообщения. Отлично. Все, полетели сообщения. Круто. Значит, мы можем начинать. Да, я еще забыл сказать, что не забывайте спрашивать свои вопросы. Автор самого интересного вопроса получит от смены книгу «Белое зеркало». Это книга о построении иммерсивности в кино, виртуальной реальности и в иммерсионных театрах. Хорошая книга. Будет интересна тем, кто увлекается иммерсивными вещами. Вот. Ну, приступим к нашей лекции. И еще раз, тема нашей лекции – это взаимодействие человек-робот на основе XR-технологии. И начнем мы именно как раз с XR-технологии. Разберем терминологию данной среды, какие сейчас есть самые крутые устройства для погружения в заполненную реальность, смешанную реальность, виртуальную реальность и разберем, что и что. Вот. И хочется начать с того, что, по сути, умные очки, то, что появилось недавно на рынке, это такая третья волна персональных устройств, третья волна персональных компьютеров. Потому что вначале у нас у всех был… Вначале появился ноутбук, который начал использоваться и сейчас используется очень широко. Потом появился смартфон, в который у нас переместилась вся наша жизнь, все наши общения. И вот таким третьей волной, этапом этих технологий, персональных устройств, как раз принято сейчас считать уже умные очки. Когда, по сути, на носимом нами девайсе, прямо на нашей голове, через наши глаза, мы видим уже голограммы и какую-то дополнительную информацию. мы можем осязать то, что раньше видели в экране, мы можем осязать это в нашем пространстве вокруг нас. Вот. И то, как это может выглядеть, да, это ролик от Microsoft, который показывал как раз потенциал технологии, дополненной виртуальной реальности – это то, когда человека в очках окружают голограммы, которые показывают различную информацию, да. Это может быть какая-то кат-модель, которую мы используем при проектировании. При этом эту виртуальную модель мы можем совместить с реальной моделью, тем самым как-то дополнить ее, увидеть какие-то ее свойства. Также мы можем в нашем виртуальном мире общаться с коллегами, с друзьями. Конечно же, мы можем играть при этом, что очень важно, мы можем в наших играх задействовать как реальную часть пространства, так и виртуальную часть этого пространства. При помощи данных технологий какие-то удаленные эксперты могут подсказать нам, как решить проблему, нарисовать подсказку именно в том месте, где нам это надо. В виртуальной среде мы можем симулировать различные меры, допустим, как вот было показано, Марс. Затем мы можем в виртуальной среде заняться проектированием, где мы наглядно через очки в таком пространственном мире видим модель, видим ее голограмму. Нам не нужно представлять, как бы она была в пространстве, можно просто взять ее, покрутить, поставить с разных сторон, взаимодействовать с ней так, как будто мы ее видим вживую. И вот это достигается как раз смешением виртуального и реального мира. Это вот такая идеальная картинка, то, как это будет в будущем. И почему устройство умные очки – это как раз третья волна персональных устройств. Потому что у нас все будет окружать, все будет окружать нас. Голограммы, окна виртуальные, да, и мы будем видеть это все через очки. Вот, теперь давайте вернемся к терминологии, которую мы видели в начале и которую я сейчас применяю, буду применять. Что такое XR? XR – это сокращение от Extended Reality, где эта облигатура, она объединяет в себе три стадии реальности, да, где это дополненная реальность, смешанная реальность и виртуальная реальность. Теперь посмотрим, что есть что. Вот на этом слайде очень интересно представлено наподобие такой виртуальной уточки, что, какое есть отличие между этими тремя терминологиями, да. В виртуальном мире мы находимся полностью в виртуальной искусственной среде. Это своего рода симуляция реального окружения, в которой существуют только виртуальные объекты. И хоть человек, конечно, понимает, что они могут быть, что они нереальны, да, но ее цель как бы как раз вот прийти к такой идеальной симуляции, когда мы можем полностью подменить чувство человека и дать ему ощущение того, что он находится в реальном мире, хотя при этом это виртуальное пространство, да. То есть вот такой вот виртуальный мир, в котором существуют только виртуальные объекты, которые стремятся заменить нам ощущение реального мира. Дополненная реальность – это же история про наложение картинки. Когда мы поверх изображения реального мира накладываем виртуальную информацию, допустим, как вот здесь мы видим, что виртуальное окно AR и вот наша эта виртуальная модель уточки, она накладывается на изображение реального мира. То есть дополненная реальность – это про наложение виртуальной картинки, цифровой картинки на изображение реального мира. А если мы уже говорим про третью стадию смешанной реальности, то здесь происходит как бы смешение виртуальных объектов и реальных объектов. Ее цель – как бы дать человеку чувство того, что голограмма, она реально, она находится перед человеком, мы можем ее обойти, можем с ней взаимодействовать. Она взаимодействует с реальными объектами. То есть как вот на этом слайде видно, что наша уточка, она как бы находится за реальным столом. То есть голограмма взаимодействует с реальным миром. Мы ее ощущаем и в глубину картинки. Мы видим, что голограмма, у нее есть конкретное положение в реальном мире. Вот такое различие между технологиями. Надеюсь, сейчас мы все поняли, какая у нас терминология. И, конечно, каждый из этих типов реальности имеет свое устройство для погружения в данный вид. Вот здесь представлено несколько устройств. И здесь представим такой XR-спектр. Как раз вот вся терминология, она укладывается в такой спектр от виртуального мира до реального мира. Где слева у нас полностью виртуальное пространство, которое потом можно поместить в какой-то реальный объект. И тогда мы сдвинемся как раз на границу Mixed Reality, где как раз происходит смешение виртуальных и реальных объектов. Когда в дополненной реальности у нас больше реальных объектов, и мы лишь накладываем изображение. Вот в дополненной реальности используются устройства, такие как наши смартфоны. Мы можем как-то посмотреть на мир и увидеть какую-то дополнительную информацию на экране нашего телефона. Также есть очки, такие как угол глаз, в которых крепится дисплей прямо в области зрения человека. И когда человек их надевает, он видит такой дисплей, в котором вводится информация. Это род устройств, называется Smart Classes. Умные очки, которые по сути имеют дисплей, в который вводится информация. То есть у нас есть свободные руки, мы можем что-то делать, при этом у нас всегда в нашем поле зрения есть какая-то дополнительная информация. Вот это Smart Classes, очки дополненной реальности. И для погружения в смешанную реальность существуют тоже специальные очки смешанной реальности. Например, такие как Microsoft HoloLens или MagicLib. Вот у меня как раз есть Microsoft HoloLens, чтобы показать вам, рассказать о них более подробно сегодня. Если мы говорим, про них мы еще поговорим, и если говорить про виртуальную реальность, то у нас есть очки виртуальной реальности, которые не имеют прозрачной оптики, которую полностью закрывает наш филд, наше зрение. Мы видим дисплей и погружаемся в виртуальный мир. Значит, ну а теперь давайте поподробнее рассмотрим именно вот эти очки, из чего они состоят, как это все устроено и как примерно это работает. Это очки Microsoft HoloLens. На слайде вы видите второе поколение очков, у меня в руках первое поколение очков. По сути, это некий голографический компьютер, который включает в себе все необходимое для отображения картинки, для подключения к интернету, для того, чтобы здесь не было проводов, необходимую оптику, необходимые процессоры вычисления, необходимую сенсорику. То есть у нас есть все, как в нашем телефоне, например, только здесь это поднято на уровень выше, в плане того, что у нас здесь более сложная оптика и более сложные голографические модули для того, чтобы отображать модели в пространстве. Очень важно, как отображаются эти модели, потому что если бы мы просто поместили два экрана прямо перед нами и подали на них одну и ту же картинку, то тогда бы получилось так, что мы увидели бы эту картинку в бесконечности, потому что мы бы смотрели бы прямо и увидели бы одну картинку где-то в бесконечности. Соответственно, оптика должна выполнять такую задачу, чтобы наша голограмма, наша виртуальная картинка, она отображалась перед нами, а не где-то в бесконечности. Соответственно, оптика очков HoloLens и виртуальных очков, она построена таким образом, чтобы учитывать стереозрение человека. И при этом она еще должна давать возможность пространственного изображения, то есть чтобы мы видели глубину, как далеко от нас находятся голограммы и могли ее воспринимать как реальный объект. То есть у этих очков очень такая сложная и интересная оптика. Следующая часть этих очков – это сенсор, чтобы это устройство могло воспринимать окружающий мир. Как мы знаем, как я уже сказал, что смешанная реальность – это соединение виртуального и реального мира. И, соответственно, устройство, которое погружает на смешанную реальность, должно уметь отрисовать виртуальные части, как визуализация голограмм, оптика, так и должно уметь воспринимать реальное окружение. Должно облажать нужными сенсорами, чтобы воспринимать окружение, но мало того, еще должно воспринимать действия пользователя. То есть как вот у нас в экране телефона есть экран, или как в компьютере у нас есть клавиатура и мышь, то здесь тоже должен быть интерфейс для ввода информации, как устройство поймет, что хочет от него человек. И в этом устройстве используются специальные камеры. Здесь есть несколько камер по периметру. Это обычные стереокамеры. Стереокамера как раз позволяет нам ощутить глубину. Помимо этого здесь по центру есть еще классическая глубинная инфракрасная камера, которая позволяет оценить глубину перед очками. И то есть здесь у нас в основном есть специальные, в основном они наснащены, это устройство, конечно, камерой. Эти камеры, конечно, дополнены современными алгоритмами машинного обучения и компьютерного зрения. Эти алгоритмы как раз позволяют детектировать жесты пользователя, оценивать окружающее пространство. Очень важно в оценке окружающего пространства это как раз построение пространственной карты. Для того, чтобы получить представление реального мира в виртуальном. Наши сенсоры, наши очки должны отсканировать пространство вокруг пользователя и получить геометрическое представление этого пространства. Для этого как раз нужны камеры на очках, чтобы понять, что вокруг нас находится и какую форму оно имеет. Вот эта форма, она нужна для того, чтобы мы могли построить нашу галограмму более реалистично, чтобы мы могли ее поместить в данное геометрическое пространство. Современное развитие данной технологии, последней пространственной карты, оно как раз позволяет еще и распознавать объекты. То есть современные очки Microsoft HoloLens имеют специальный SDK для того, чтобы распознавать объекты, чтобы распознать, где стоит стул, чтобы распознать, где стоит стол, чтобы распознать стены, потолок, пол. Это необходимо для какого-то большей иммерсионности, для более реалистичных интерфейсов, чтобы приложение, которое пишет пользователь или пишет разработчик, они учитывали пространство более детально и могли взаимодействовать с ним. И, конечно же, наша очень важная часть очков – это интерфейс детектирования жестов, потому что единственное, как мы можем ввести инфу пользователю, точнее, как очки могут понять, что пользователь хочет от них, это и только жесты. Вот смена очки Microsoft HoloLens 2, они могут детектировать полностью положение рук, как показано на видео. Мы можем нажимать какие-то голограммы, у нас можем издалека изменять их масштаб, можем активировать, крутить их, перемещать. То есть мы, по сути, взаимодействуем с виртуальными объектами, как с реальными. Можно прям схватить их, переместить, как-то повернуть, уронить, разбить. Существует очень много механик взаимодействия в данном ключе. А первые очки Microsoft HoloLens 2, у них не было такой шикарной возможности, как детектирование всех жестов. У них лишь есть ограничения по количеству жестов. У них есть такой виртуальный курсор в центре, который управляется поворотом головы. И этим курсором, как вот, допустим, на видео человек наводится руками, да, а в первых HoloLens пользователь именно курсором, то есть виртуальным курсором, поворотом головы наводится на голограмму и затем уже может сделать клик, как клик мышкой, чтобы взять ее и перетащить. Со стороны это смотрится вообще шикарно. Я, когда сижу в этих очках и что-то делаю, ко мне всегда подходят люди и так и спрашивают, что это. Потому что это выглядит как-то вот так. Сейчас я вам попробую продемонстрировать со стороны, как это выглядит. Когда пользователь надевает очки, да, он настраивает их, чтобы посмотреть голограмму перед собой, чтобы вот увидеть, что вокруг, да, и начинается вот такое вот. Ты сидишь, что-то кликаешь, что-то двигаешь, но со стороны это смотрится вообще достаточно дико, и многие, ну это поначалу очень так, со стороны смотрят так, с недоумеванием, что же происходит, или как это вообще, что ты там видишь, начинаются шуточки про то, что ты там щупаешь, кого ты там трогаешь, ну, и все такое. Вот. А в современных очках МакТопХоллэнс 2, я уже говорил, как мы смотрели на видео, да, у нас есть, уже нет этих щипков, у нас уже есть полное такивание рук, и теперь меня будет спрашивать, что я трогаю, что я лапаю, да. Вот. Ну что ж, это, в принципе, вот такой вот обзор технологии очков, обзор технологии смешанной реальности, и обзор очков мы провели, что они могут, как они работают, какие у них есть сенсоры. Теперь посмотрим, куда же сейчас применяется, да, на технологии смешанной реальности в реальном мире. И первое такое применение – это виртуальный ассистент. Пропустим это описание, сразу перейдем к видео. Идея виртуальных ассистентов в том, что через очки МакТопХоллэнс, или же очки дополненные реальские, как Google Glass, можно выводить информацию о том, что нужно сделать, или какую-то подсказку, да. Есть сложные технические процессы, в которых люди сейчас на работе используют бумажную инструкцию, да. У нас есть шаг один, шаг два, шаг три, там, повернуть кран, крутить гайку, присоединить что-то, посмотреть на значение. Если значение такое-то, то это плохо. Если значение другое, то это хорошо. Вот. И есть такие цифровые инструкции, с которыми люди ходят и постоянно проделывают одну и ту же операцию. А если там сто или двести шагов, то очень легко там сделать ошибку, да. И важно сделать такой инструмент, который бы позволял людям проходить инструкцию более интерактивно, более иммерсионно, тем самым как бы снимая с него такую когнитивную нагрузку, чтобы пользователь мог выполнить действие безошибочно и быстро. И вот такие вот виртуальные ассистенты могут помочь в этом. То есть это можно применяться, допустим, при обходе каких-то объектов или при проверке чего-то, при сборочной операции, когда мы видим подсказку про то, как правильно присоединить одну деталь к другой детали, мы видим анимацию, как это сделать, мы видим дополнительную информацию о том, какой силой это надо делать, да. Нам уже не нужно рестайзер в бумаге, да. Нам же не нужно копаться что-то вот где, что. Именно человек через очки увидит то, что нужно выполнить. Это очень еще полезно, когда новый сотрудник пришел работать и ему необходимо вникнуть в процесс, понять, что происходит. А тут у нас есть интерактивная инструкция, которая ему показывает, как и что сделать. И мы, кстати, на поле занимаемся разработкой конструктора таких инструкций, чтобы быстро их создавать на производстве, если есть такая необходимость. И следующий вариант еще применения такой технологии в производстве в реальном мире, то, что уже мы сегодня видели на одном из видео, это удаленный ассистент. Когда у нас есть удаленный эксперт, где-то далеко, это особенно актуально в современных условиях пандемии, когда у нас есть какая-то проблема или нам нужно осуществить ремонт. Обычно мы всегда привозили эксперта из другого региона, который бы нам подсадился, все сделал. А сейчас мы не можем это сделать. А знания, чтобы выполнить какую-то операцию, есть только у него. И вот есть такое решение, как удаленный ассистент, когда тот человек видит через видеопоток, что происходит в рабочей области работника и ставит ему голограммы, прям вот стрелочка там, подвинь вот это, подкрутить сюда. И тем самым как бы навигирует человеком и помогает ему быстро, удаленно выполнить какую-то задачу. То есть это вот такие вот основные виды применения вот этой технологии в реальном мире вот сейчас, на сегодняшний день на производстве, да, в промышленности. Так, я немного отвлекся, тут есть, оказывается, вопросы. Я пытаюсь сейчас кто-то из них поймать. Так, был вопрос умных линз. Сейчас оптика достаточно громоздкая и про умные линзы, наверное, еще говорить рано. Вот в очках Microsoft HoloLens 2 используется немного другая технология, они детектируют положение глаз. То есть там стоят камеры внутри очков, чтобы смотреть за нашими зрачками и подстраивать голограммы в области видимости в зависимости от того, куда смотрят глаза пользователя. Это как бы такой очень интересный кейс. И вот как я слышал, вышел недавно, Apple, по-моему, запатентовал один патент, в котором они как раз разрабатывают технологию проецирования картинки на сетчатку глаза. То есть это как раз в сторону таких линз, но немного по-другому. То есть мы еще не подключаем к линзам какое-то конкретное питание, мы не подключаем, мы не встраиваем в них дисплей, мы проецируем на глаз или проецируем на линзу на глазу. Либо же подстраиваемся картинку дисплея, поток, куда смотрят наши глаза, чтобы достичь более реалистичности. Вот такие направления есть в современном мире. Так, еще вопросы. Про датчики очков я уже сказал. HTC Wi-Fi это очки виртуальной реальности, у которых есть дополнительные станции. И, допустим, в HoloLens нет дополнительных станций, здесь все сенсорика здесь. Поэтому и фишка этих очков, что они могут, это полностью носимое устройство, оно не зависит от каких-то внешних систем детектирования движений. Хотя у некоторых VR-очков, у VR-систем есть, конечно же, внешние трекеры, они необходимы для большей точности, позиционирования и детектирования жестов, детектирования действий пользователя. Это, допустим, очень интересное их применение, это именно в таких центрах, ну, VR-комнатах, где может компания прийти и поиграть в какую-то шутер или такую подобную игрушку в виртуальной реальности. Вот там используются внешние сенсоры, чтобы детектировать различные объекты в среде и действия пользователя. Так, про мобильный, вопрос, сейчас мобильные устройства могут также смешать реальность, такие как ARCore, ARKit. Да, и да, и нет. То есть, все-таки в своей терминологии говорит о том, что если мы у нас мобильное устройство, то это это будет дополненная реальность. Почему? Потому что человек ощущает голограммы именно через телефон. Он не ощущает голограммы так, он не ощущает голограммы как реальные объекты. Чтобы ощущать голограммы как реальные объекты, нужно, чтобы мы без каких-то, чтобы мы их видели своими глазами. И вот, допустим, очки позволяют это сделать, а мобильный телефон, нет, это все-таки как дополнительное устройство, и как раз это все-таки дополненная реальность. Если мы придерживаемся современной терминологии, такой вот трехстадийный, когда у нас есть виртуальная реальность, смешанная реальность и дополненная реальность. Вопрос, когда эти технологии станут доступными, например, как смартфоны, да, тут, конечно же, цена, очень важна же цена, потому что, допустим, смартфон сейчас топовый смартфон стоит сто тысяч, да, средний смартфон стоит порядка двадцати-тридцати тысяч, да, если мы говорим про очки, то эти очки стоят три с половиной тысячи долларов, что в России это триста-четыреста тысяч будет, да, и то, если вы их напрямую сможете заказать, если вы будете заказывать через посредника, цена возрастает до полмиллиона, это стоимо, то есть эти очки стоят как машина. Понятно, что при такой цене это сейчас еще не будет в массовом производстве, в массовом потреблении, поэтому это сейчас используются только на каких-то очень важных участках, где цена ошибки высока, вот, если мы говорим про виртуальную инструкцию, вот, а есть более дешевые очки, как Google Glass, допустим, да, они не дают ту иммерсионность, не дают вот этого погружения в смешанную реальность для того, чтобы понять, ну, чтобы вот отображать голограммы то, как бы это в идеальном мире хотелось, в идеальном виде хотелось. Вот, так, еще смотрим вопросы. Да, там, удален ассистент в TeamViewer, да, дилен ассистент есть также на телефонах, да, есть несколько аналогов, можно использовать, допустим, как очки, а можно использовать телефон, потому что он также позволяет привязывать голограммы к реальным объектам, и TeamViewer в Euphoria, по-моему, есть ряд аналогов данного решения, которые есть на рынке, это да. Google Glass, да, как уже говорил, это маленький экранчик, у него есть свое разрешение, он всегда в поле зрения, да, ну, туда можно выводить какую-то информацию, какую-то картинку, но не более того, да, это как бы тоже применяется в промышленности в некоторых случаях, ну, вот, для потребителя обычного человека, наверное, это неудобно, нет необходимости в этом, да, насколько точно он распознает жесты, ну, точность распознавания, вот у этих, я могу говорить только за Holland's 1, потому что Holland's 2 я еще не держал в руках, но скоро, надеюсь, подержать, вот, точность позиционирования руки где-то порядка нескольких сантиметров, да, то есть, если мы возьмем какую-то килограмму, перетащим, в целом, это достаточно для того, чтобы взаимодействовать с килограммой, потому что мы в принципе не можем ее точно поставить в голограмму, да, то есть, потому что у нас точность самих очков примерно сантиметровая, да, то есть мы оцениваем окружение с такой точностью, мы примерно видим голограмму, какие-то прецензионные пока что вещи очень сложно с ними делать, то есть там еще, конечно, разрешение очков влияет на это, потому что тут условно у нас экраны Full HD, да, а обычный глаз, он, конечно же, видит намного лучше, чем Full HD картинка. Вот, вроде ответил на основные вопросы, теперь продолжим дальше, может, нам нужно еще дойти до роботов, вот, так, пара слов про инструменты, то есть разрабатывая, то есть кто хочет попробовать разрабатывать все приложения на дополненной виртуальной реальности, могут использовать игровые движки Unity, Unreal Engine, да, и для этих движков можно использовать различные устройства, да, и различные SDK для программирования, допустим, там, если хотите делать под Android какое-то приложение на дополненной реальности, можно использовать AirCore, да, под Unity или же под Unreal Engine, если какие-то уже у вас есть какие-то другие очки, допустим, смешанные реальности, да, это там надо использовать свои Toolkit, ну, и под VR тоже есть свои SDK, все очень быстро на примерах можно начать программировать, что-то попробовать, создать какой-то свой первый опыт. Вот, ну, и придем к роботам. Во-первых, хочу сказать, что XR-технологии и робототехника, они связаны, они передвлекаются своими алгоритмами и такими кросс-технологиями, например, там и там мы используем компьютерное зрение для распознавания объектов, там и там мы используем SLAM-алгоритм, это алгоритм для навигации и построения карты, да, в кузбачках мы строим прямо даже такое геометрическое представление, да, в роботах обычно бывает 2D-карты строятся, ну, там и там это есть, также контроллеры, это трекинг, технологии трекинга нужны там и там, 3D-моделирование, также мы там моделируем робота, и робот что-то может пространственно анализировать, так и тут у нас есть 3D-модель, есть еще решения, допустим, симуляторы, которые можно использовать в робототехнике и в дополнительной виталеральности, ну, и плюс, как еще эти технологии соприкасаются, это человек и машина взаимодействие, о чем мы сейчас еще поговорим подробно, вот, сперва, что такое робот, ну, наверное, многие знают, но вот есть такие определения, да, первое, это устройство с одной контролируемой степенью свободы, вот, а если мы посмотрим на ГОСТ, то это приводной механизм программирован по двум или более осям, да, то есть степеням свободы, которые продают рядом автономности и движутся внутри рабочей среды, выполняющие какую-то задачу, вот, это, по сути, что есть робот, сейчас на этом слайде вы видите тех роботов, которые есть в нашей лаборатории, в работоторе, в центре компетенции по робототехнике университета Иннополис, а у нас есть манипуляторы, у нас есть мобильные роботы, у нас есть летательные аппараты, в предыдущих лекциях вам уже рассказывали про беспилотный транспорт, у нас есть гуманоидные роботы, у нас есть даже тросовый кабельный робот, это такой аналог, как камера на футбольном поле, которая ездит за всеми, вот у нас есть такой аналог, мы его используем для строительства, эти все роботы, по сути, они имеют свои интерфейсы, свои пульт, через который можно с ними взаимодействовать, и данное взаимодействие, оно всегда должно быть безопасно, оно должно стремиться к максимальной эффективности и простоте, и должно быть понятно человеку, потому что, если мы возьмем, мы начнем выдавать бинарные коды, которые будут понятны машине, но не будет понятно человеку, какой в этом смысл, и тут важно, чтобы было взаимопонимание между человеком и роботом, чтобы человек мог воспринять действия человека, понять, что он хочет от него, и чтобы человек понимал, что делает сейчас робот, чтобы с ним работать совместно, или чтобы понять, что он все делает правильно. И вот эта проблематика, когда люди и роботы должны друг друга понимать, она даже отмечена в дорожной карте Соединенных Штатов по робототехнике и также отмечена в дорожной карте в России по робототехнике, там область человека-машинного взаимодействия отдельно такое самостоятельное русло, то есть оно очень подчеркивается важность этой проблемы. Вот, и мы, наше видение таково, что мы предлагаем, что данную проблематику можно решить через устройство смешанной реальности, дополненной реальности, через очки выводить пользователю намерения робота, делать какой-то пространственный интуитивный интерфейс, чтобы человек мог программировать робота. и плюсы вот как раз данного нашего подхода использования MR, XR для робототехники, это, во-первых, общее пространство, когда несколько пользователей могут подключиться в одну комнату, которая имеет какие-то свои виртуальные или же реальные части, и наблюдать за экспериментом. Мы можем совместно что-то делать, мы можем совместно проектировать робота, пространственная гибкость, мы можем спокойно симулировать дома какой-то здоровый мир, где мы видим, как держатся маленькие роботы, и также уменьшение рисков, то, что мы можем видим намерения робота, мы как-то видим его рабочую зону, мы видим, куда сейчас он будет двигаться, мы тем самым не пойдем ему навстречу. В современном мире это еще потом кое-что покажу. Упрощенный дебаг, то есть, когда мы запустили виртуальную симуляцию, мы легко поняли, как робот будет двигаться, как у него работают алгоритмы, плюс можно модифицировать робота в виртуальном мире, как угодно, мы можем ему делать такие движители, такие сенсоры стать, которые зачастую даже невозможны в данном ключе в настоящем мире. Ну и масштабирование, как я уже говорил, это то, что можно в маленьком куске пространства симуляторе большое или наоборот. Есть такие, какие сейчас в мире применения технологии дополненной виртуальной реальности для робототехники, это симуляторы, когда в виртуальном мире мы можем походить и посмотреть, как робот будет двигаться, это можно использовать при обучении, это можно использовать даже для реального программирования роботов и для проектирования. Вот справа, допустим, показан такой неклассический пример использования совместно технологии виртуальной реальности и робототехники, это когда у нас есть симулятор, где робот выступает как таким устройством, которое помогает симулировать поведение шаттлов в виртуальной реальности. Вот такие аттракционы можно встретить, и фирма Кука даже выпускает в целом такую специальную линейку роботов для работы с человеком, для различных аттракционов, они такие серенькие, если где-то увидите, то знаете, что это специальная серия, от Куки. Еще виртуальная реальность также применяется в телеуправлении, то есть когда мы через очки видим то, что видит робот, хотя робот может находиться очень далеко, это, допустим, применимо в каких-то опасных объектах, опасных окружений, то есть человек может через VR-интерфейс управлять роботом и выполнить какую-то задачу. справа показываем другой пример, это когда мы через телеуправление робота учим его что-то делать автономно, то есть мы ему показываем действия, робот их как-то запоминает, преобразовывает и потом может их самостоятельно, это такой подход называется learning by demonstration, то есть у нас робот учится по демонстрации. То есть вот так виртуальная реальность может применяться для робототехники, дополненная же реальность применяется для робототехники в основном ключе программирования робота, то есть когда мы через смартфон или через очки показываем роботу, куда нужно подвигаться, как нужно пройти траекторию, какую задачу нужно выполнить. Вот тут зависит два аналога через мобильное устройство люди управляют роботами. Да, и мы тоже занимаемся вот именно вот этой проблематикой программирования роботов через технологии смешанной реальности. Вот это такое слово рода интерактивное программирование. Как в целом выглядит программирование роботов, если это вот видео, как программирование роботов в реальном мире. У нас есть такой пульт, который в первом взгляде вообще никак не понятен человеку. Даже если вы его знали, но пару месяцев с ними работали, вы будете еще стоять и думать несколько минут, что же здесь нажать, чтобы робот поехал. И люди в целом проходят целый курс несколько дней, три дня, для того, чтобы начать работать робота, чтобы его запрограммировать. У нас есть экран, через который мы видим программу, это последовательность действий, которую нужно выполнить роботу. И как мы видим, что робот находится за клеткой, потому что мы не знаем, куда двигаться робот, и мы должны ограничить его пространство, чтобы не дай бог, он не задел нас, потому что если заденет, будет больно, это небезопасно. И такой подход интерфейс вполне что неинтуитивный, из-за безопасности нам нужно поставить клетку, то есть не юзерфрендли совсем. И мы хотим исправить это путем добавления трансформации интерфейса в интерфейс пачка. И вот уже на этом слайде вы видите, какие виртуальные объекты у нас есть для этого интерфейса. У нас есть меню, у нас есть своего рода балкалашка такая, которая показывает нам, куда придет робот. То есть мы показываем систему координат. В принципе в роботе все построено на трансформации системы координат, и тем самым мы показываем те точки, положение, ориентацию, куда нужно прийти роботу. То есть наша задача запределить робота по титраекторию, и траектория это как раз последовательность системы координат. И тоже справа вы видите, как пользователь несколько кликов что наши очки могут детектировать окружающий мир. Соответственно, для того, чтобы заставить робота что-то сделать на плоскости, мы просто можем несколько кликов указать несколько точек на плоскости, и тем самым уже задать какую-то траекторию для робота. Затем, после того, как мы придумали эту траекторию, нам нужно убедиться, что мы ее сделали правильно. в обычном виде, когда мы используем обычный интерфейс программирования роботов, мы тихонечко-тихонечко запускаем эту программу, чтобы посмотреть, как робот будет двигаться, чтобы, если ничто, не дай бог, вовремя его остановить. Потому что, если он врежется куда-то, это может быть очень дорого. А в нашем случае мы можем запустить симуляцию, мы можем посмотреть через очки прямо в реальном мире, в реальном положении, как робот у нас есть, как робот будет двигаться по нашей траектории. Мы увидим сразу все ошибки и можем их исправить. Соответственно, мы можем модифицировать нашу траекторию. И после того, как мы увидели, что все хорошо, пройдено так, как надо, мы можем отправить эту траекторию на исполнение, что много раз ускорит нашу разработку пути. нам уже не нужно запускать этот опасный тестовый запуск робота. Видимо это всего, мы придумали несколько специальных возможностей нашего интерфейса. Во-первых, мы можем визуализировать рабочее пространство робота, как это видно в правом верхнем углу. То есть мы видим, куда робот может достать, а куда в принципе он может достать. То есть мы можем спокойно обойти его и робот нас не затронет. Это как бы такой плюс к безопасности интерфейса. Помимо этого мы можем строить путь автоматически, потому что у нас, еще раз повторюсь, у нас есть карта нашего пространства вокруг робота и можем спланировать траекторию в обход препятствия. То, чтобы тоже в обычном интерфейсе заняло уйму времени, потому что нам пришли поставить все точки, как обойти правильное пространство, как обойти правильное препятствие. А тут же мы можем бах и автоматически два клика поставить эту траекторию, просто анализируя наше препятствие. Ну, конечно, не просто, потому что нам нужно еще анализировать коллизии и все такое, как робот подойдет, у него есть разные конфигурации, но тем не менее мы можем это сделать. И вот еще интересная тоже такая бонус, это справа снизу, показано видео, как мы можем масштабировать пространство, то есть нам необходимо поставить точки более точно, и мы можем масштабировать виртуальные объекты вместе с куском тематической карты, сам устанавливая их более точно. вот. Ну, вот этих систем есть, конечно, основная проблематика, основная проблема этих систем, чтобы у нас была локализация всех объектов, то есть, чтобы все объекты понимали, где они находятся, чтобы человек, чтобы знать положение системы корректа человека, чтобы знать положение системы корректа манипулятора, чтобы знать систему положения корректа мобильного робота, вот это основная проблематика данных систем, потому что от точности вот этого взаимного положения, позиционирования как раз и зависит от точности интерфейса. А точность интерфейса очень важна в робототехнике. Точность это иногда поют критические моменты. Люди очень сильно стараются, чтобы зависеть от точности микрон, если это такие операции, где нужна такая точность. И вот это есть основная проблема таких систем, чтобы все было в одном пространстве, и чтобы это точно передавать координаты, точно передавать цели для движения наших роботов. Мы используем несколько подходов. Самый простой это маркеры, когда при помощи камер на роботе или на очках можно детектировать маркер, который закреплен где-то, и тем самым понять взаимное положение относительно этого маркера. Более сложный подход это уже использовать технологии компьютерного зрения, анализ облаков точек, анализ сырых данных с очков, когда мы можем детектировать ряд фич, ряд опорных точек и совместить их, потому что и робот, и очки видят одно и то же пространство. Соответственно, мы можем путем компьютера vision, вычтем какие-то интересные, важные точки, через которые мы сможем совместить нашу систему координат. Это вот несколько таких подходов, как это можно делать. Да, ну и давайте в конце сейчас посмотрим такую целостную картинку, как вот можно управлять роботами. Это вот наша разработка для управления мобильным роботом и индустриальным роботом. То есть у нас вот есть наши очки Microsoft HoloLens, у нас есть коллаборативный робот, есть мобильная платформа со своими сенсорами, датчиками, со своими движителями. И пользователь, если показан интерфейс очков, у нас строится наша карта пространства, мы распознаем геометрические параметры пространства вокруг нас, где у нас есть плоскости, где пол. Затем с помощью нашего интерфейса мы можем начать взаимодействовать с роботами. Сперва можно установить цель для мобильного робота, то есть как ему необходимо прийти к роботу-манипулятору, как ему правильно подъехать к столу, где есть какие-то объекты. Затем мы можем взаимодействовать с другим роботом. Очень удобно, что очки позволяют нам объединить разных личных роботов в единый интерфейс. То есть нам не нужно использовать джойстик для одного, компьютер для другого, экран телефона для третьего. У нас все можно собрать в единую платформу, в единый интерфейс, чтобы быстро переключиться с управления одного робота на другого, потом выполнить какое-то действие и составить их как-то, работать кооперацией. Очень важно составить работу кооперацией. Это очень сложная задача, чтобы какие-то сложные такие операции выполнять, когда требуется более одного робота. И тут, допустим, представлено такую модель, как логистика. Когда у нас подъехал робот-доставщик, мы выгрузили на него наш груз и отправили этот груз дальше. Можно также использовать данную технологию в разведке, когда мы через интерфейс удаленно показываем, куда нужно ехать роботу, чтобы разведать территорию. Это можно при спасательных операциях делать. Плюсы, что у нас нет никаких породных интерфейсов, все делается жестами, несколько кликов. И, на мой взгляд, это достаточно интуитивно, понятно и главное, что безопасно. Ну вот, хочется сказать спасибо за внимание. В целом это все, что я сегодня хотел рассказать. Давайте еще какие-то вопросы по взаимодействию человек-робота или по XR-технологиям. Готов ответить. Давайте почитаем, что тут есть. Интересный вопрос. Какую реальную пользу могут принести очки, даже если они очень дорогие? Ну, можно надеть их и обуставить свою комнату, свою квартиру какими-то виртуальными объектами. То есть можно как-то ее приукрасить, я бы сказал. Очки могут дать... Очень интересный вопрос. Очки могут дать возможность дополнить нашу квартиру. Сейчас, в обычном пользователе, да? Допустим, поставить несколько экранов с интернетом. Тут будет одно видео, тут другое видео. Обычно у вас, допустим, один телевизор, вы не можете смотреть три видео, пять видео подряд. А вот очки могут вам дать возможность, чтобы все расставить по кругу. Там в комнате, в спальне один телевизор, на кухне другой телевизор. Хотя при этом у вас это одни очки, которые показывают хорошую картинку, и тем самым вы можете сэкономить на трех телевизорах. Наверное, какую-то такую пользу могут принести это обычному человеку, если мы не говорим про профессиональную среду. Ну, плюс развлекательного контента там не так много. То есть под очки Microsoft у нас еще не так много пишется игр, потому что они как бы не массовые, да? А под виртуальные очки, конечно же, есть уже уйма игр, да? Допустим, недавний, Half-Life Alyx, в который, надеюсь, некоторые из вас играли, где есть крутые механики, как можно работать с... как можно погружаться в виртуальную реальность и ходить там. Ну да, и, как мне подсказывают коллеги, то, что... Еще сейчас виртуальная реальность, да, это как такая новая комната, когда мы можем в виртуальном мире производить какие-то встречи, да, особенно это актуально в современном реалиях коронавируса, когда мы можем собраться, провести какой-то мастер-класс или встречу удаленно, при этом ощущая какой-то аватар человека, это может быть более привычно к обычным встречам. Вот. А вот хороший вопрос про реализацию. По какому протоколу придется данные в KUKA и в какой форме мы отправляем данные о местоположении точек. То есть мы используем... Для взаимодействия с KUKA, у KUKA.IVA есть своя система KUKA Sunrise, в которой пишутся программы для них. Мы создали свою программу, в которой реализовали свой внутренний протокол для передачи положений, именно координат звеньев робота. То есть у нас с очков через брокера, то есть удаленный компьютер, передаются команды, в какое конкретное положение звеньев робота нужно прийти и с какой скоростью. То есть мы не передаем не положение вот наших систем координат с очков, а именно положение уже звеньев робота. А на удаленном брокере у нас, на удаленном компьютере считается как раз это преобразование происходит. Потому что с очков у нас уходит именно путь в декартовой системе координат. Затем его нужно преобразовать в систему координат звеньев робота. Вот это происходит на удаленной машине. И на робот уже приходит именно последовательность положения звеньев робота. В какой форме мы... Данное местоположение точек это координата и положение. Кроме Кука, конечно, пробовали других роботов. Мы работаем с ЮАР, потому что как раз наш самописный интерфейс передачи тока положения звеньев робота. Он как раз позволяет нам добавить лишь кинематическую модель робота в наш планировщик траектории. И затем мы можем уже использовать других роботов. На видео, допустим, вначале я показывался примеры с Юниверсал робот. А также вот с Кука. Также у нас сейчас можно и с Фонук. То есть как бы тут свобода. Открытость интерфейса, она как раз позволяет быстро добавлять на новых роботов. Ну да, сейчас пока что очки более оптимальны именно для профессионалов, для индустрии. То есть они сейчас нашли свое применение именно там. То есть это основные заказы идут на покупку очков. Это именно от каких-то разработчиков, либо же от промышленности. Где цена очков, она сопоставима с ценой ошибки, которую может допустить работник. А если дома, то это уже какой-то next-gen, такой, когда у нас вокруг действительно просто коробка и виртуальные объекты. Это уже какой-то из каких-то фильмов уже по научной фантастике. Возможно, мы к этому придем. Не факт. Мне кажется, многие захотят все-таки иметь физические вещи. Но кто-то, наверное, захочет иметь виртуальную красивую вещь, которая будет дешевле. Что вы думаете по использованию XR-технологии в автоматизации, к примеру, системы вентиляции в торговом центре? Интересно. Обычно же система вентиляции полностью автоматизирована. И как к полностью автоматизированному процессу подключить очки не совсем понятно. Можно, допустим, смотреть какие-то данные о данной системе. То есть мы, когда идем в очках по торговому центру или по какому-то производству, мы можем отслеживать состояние данных контроллеров, допустим, или состояние системы. Нам не нужно какой-то конкретный вывод, какой-то интерфейс как-то подключаться. Мы можем по сети, через очки посмотреть на какой-то прибор, детектировать его, понять, какая конфигурация, подключиться к нему и посмотреть на нем информацию. То есть вот такое применение видится в автоматизации, когда мы видим, считаем состояние устройств, состояние производства. Ну, так или иначе, человека-машинный интерфейс, он, видимо, для программирования, да, то есть какую-то логику. А если это делает профессионал, то, возможно, этот интерфейс будет более выгоден. А если же, то надо оценивать именно от конкретики выходить. Потому что иногда, потому что не стоит применять технологию ради применения технологий. Нужно понимать, как технологии, какую пользу она принесет. То есть нужно оценивать тот пользовательский опыт, который уже есть, и понять, как он может трансформировать. Допустим, если у нас всегда есть какой-то дисплей, да, или у нас много таких дисплеев, у нас такая сложная система мониторинга, то, возможно, тут можно как раз через очки как-то ее более интуитивно, понятно, представить, можно как-то накладывать или как-то поочередно выводить эту информацию. Или же как-то географически, то есть уже прикрепить данный дисплей в физическом, реальном мире. Вот, но, конечно же, все равно это просто изменение человека-машинного интерфейса. То есть это как-то его другой вид, другая стезя. Вот, ну, уже как раз прошел час, думаю, надо заканчивать. С вами было очень интересно. Всем спасибо и пока, удачи и здоровья. С вами был Игорь Негода.